МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока СМИ обсуждают, что же говорил Путин на своей пресс-конференции, Киров завис в неопределенности. Непонятно, как будем платить за мусор, и почему трубы не выдерживают морозов. Есть и другие вопросы. Когда сосульки с крыш перестанут калечить кировчан? Почему пособие для сирот внесло раздор между депутатами? И почему Киров выглядит совсем не по-новогоднему? Это «Точка зрения», авторский взгляд на события недели. Меня зовут Анастасия Шерценева. Здравствуйте. Как будем платить за мусор в Кирове с квадратного метра или с человека? Власти до сих пор не решили. Определиться должны были еще в четверг. Но, видимо, что-то пошло не так. Перенесли на вторник, 25 декабря. В общественной палате тем временем запустили опрос. Победил вариант с человека. Напомню, в таком случае кировчанин заплатит в месяц 137 рублей 6 копеек. Сколько же стоит квадратный метр, до сих пор не ясно. Ориентировочно около 5 рублей. Тема мусора сейчас волнует всю Россию. Еще весной в Подмосковье начались массовые протесты против работы полигонов бытовых отходов. Волоколамск теперь стало именем нарицательным. Как было там, люди не хотят. Жители жаловались, что они задыхаются. Десятки детей были госпитализированы. Сейчас протесты идут и в Архангельской области. Там развернулась мусорная война между жителями и властью. Люди против строительства полигона, куда планируют свозить мусор из Москвы. Один активист даже приковал себя наручниками к бульдозеру. Рядом с нашим поселением уже пятый месяц ведется строительство инфраструктуры для самого большого в Европе полигона бытовых отходов. На нем официально планируется разместить 10 миллионов тонн отходов из города Москвы. На площади несколько десятков гектар вырублена тайга, перерута земля, уничтожена вся флора и фауна. Мы, местные жители, живем здесь лесом и рекой. Ягоды и грибы, дичь и рыба, речная вода составляют наш ежедневный рацион питания. Все это уничтожено на огромной территории. Качество воды под угрозой загрязнения. Протесты были и в Челябинске. Там зафиксировали вредные выбросы. Недовольные люди пришли в мэрию. Они требовали ввести в городе режим ЧАЭС. Но их не услышали. Почему Париж ездит? Почему я не могу сказать? Когда это закончится? Когда это закончится? Значит, вы должны как бы... Давно были в Париже. Вы там примерно знаете, какова экономика? Какая нам разница Париж? Я почему так страшно? Потому что у нас в городе не самая страшная в мире экология. Это не один раз. Этих проблем, правда, не касался Владимир Путин на своей прямой линии. Но зато поговорил в целом о мусорной реформе. Признается, проблема стоит остро, потому что этим не занимались. Десятилетиями мусор просто сбрасывали в яму. Президент также рассказал, что ВВП вырос. Фонд национального благосостояния увеличился. Россиянам тяжело, а экономике нужен рюкок. Пенсионная реформа все-таки неизбежна. Зато со здоровьем у Путина все хорошо. Еще как порядочный человек. Он когда-нибудь будет обязан жениться. Вопрос о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела? Не дождетесь. По поводу очень чувствительного, важного вопроса – это пенсионные реформы. Такие вещи, они неприятные. И ясно, что никакого восторга не вызовут. Но неизбежные. Повторю еще раз. Если бы не был убежден в том, что это неизбежно, никогда бы этого сделать не позволил. Какое главное событие вы считаете главным? Года. Два. Даже два? Да, это выборы президента, разумеется. Это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Сейчас все встревожены законодательной инициативой о том, чтобы за негативные высказывания о государстве, власти, обществе ввести ответственность. Вернее, ужесточить эту ответственность. Это, опять же, ударит, прежде всего, по молодежи, которая сидит в соцсетях. Вот такими вот действиями вы не боитесь молодежь потерять? Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете. Россия живет тяжело. Такой тезис, он извечный. Русский-российский тезис. Царь хороший, а бояре, они воры и разбойники. Вы знаете, что если чего-то не получается, то все виноваты. 28 тысяч человек на этой неделе остались без отопления. Из-за коммунальной аварии отключить от тепла пришлось целый микрорайон дружбы. И такие новости уже как будто не удивляют. Старые трубы такое же веяние времени, как и пресловутые. Денег нет. Тысячи жителей Петрозаводска сегодня утром остались без тепла и горячей воды. Полсотни домов и социальные объекты остались без тепла из-за аварии в Барнауле. В Славянке в очередной раз случилась авария на коммунальных сетях. Сразу в нескольких районах Смоленска десятки домов сегодняшней ночи остались без тепла и горячей воды. Только за одну осень в городах страны произошли десятки крупных аварийных сетях. Без тепла и воды оставались тысячи людей из сотни домов. Киров не стал исключением. Ночью в районе улиц Некрасова и Чапаева произошла коммунальная авария. ЧП произошло на перекрестке улиц Некрасова и Чапаева. Из строя вышла задвижка на трубопроводе. Сама теплотрасса осталась целой. В итоге без ресурса были 130 жилых домов, 6 детских садов, школа и поликлиника. Или, если измерять, в людях 28 тысяч человек. Все силы и средства подняты. Управляющие компании ходят по домам, смотрят, чтобы не началась кристаллизация системы отопления и не произошла их разморозка. Поэтому работаем. К сожалению, ситуация нештатная, но она решаема. Место аварии похоже на кадры из фильма «Сайлент Хилл». Кругом пар, видимость плохая. Проблему устраняли почти 10 часов. На улице тем временем было минус 16 градусов. Ресурса не было в батареях почти 17 часов. Сам по себе сегодняшний инцидент, он не столь велик. То есть это была отпайка, на которой запала задвижка. Но для того, чтобы эту задвижку поменять, то есть она не ремонтопригодна прямо на месте, ее нужно убрать, поставить новую, пришлось отключать целый большой микрорайон. А это декабрь 2015-го. Тот же перекресток Некрасова и Чапаева. И та же проблема. Крупная авария оставила без отопления 139 домов, 9 учреждений соцсферы и 16 организаций. Под одеялами двумя лежали, спали, чай горячий пили. А как иначе-то? Коммунальные услуги дерут. Посмотрите, а услуги все хуже и хуже. Почему снаряд упал дважды в одну воронку, вопрос скорее риторический. Больше интересно, почему в Кирове почти 70% тепловых сетей превысили срок эксплуатации. У общественников есть и другие вопросы. Нужно смотреть, какие работы производились с 2005 года, когда сети передали в аренду группе компаний. В каком состоянии были сети в 2005 году и в каком тепловой сети сейчас. Насколько эффективно расходовались денежные средства. На тот момент, на 2005 год, 50 миллионов, это были достаточно большие деньги. Объем работ должен был быть соответствующим. Каким образом собственник тепловых сетей за этим следил? Какие работы были возложены на арендаторов в соответствии с условиями договора? Но на этом коммунальные беды не закончились. На неделе произошли сразу три утечки. Вода лилась на улице Московской. Трубы лопнули и на перекрестке Володарского и Розы-Люксембург. А также на Вавятском районе. На холодные трубы жаловались не только жители дружбы. Люди замерзают в нескольких домах Кирова. За ресурсы не платят исправно. Но тепла дождаться почему-то не могут. Беру бутылки, кипятком набираю их. Вода горячая идет. И в покойке. Часа два они у меня лежат перед сном. Убираю, ложу сюда вот ноги опять. И грилло. Сейчас, например, дома 16 градусов. Это с условием того, что мы включали уже обогреватель сегодня утром в комнате, чтобы нагреть, чтобы дети вообще встали. Например, мы встаем иногда со словами, что быстрее-быстрее одеваемся и скорее-скорее бы в сале. Потому что там тепло, а дома холодно. Нереально находиться в таких условиях. Все отчитались, что в Кировской области потрачено 1 миллиард рублей на всю теплотрассу. Все, не проверили. Прорывов у нас не будет. А на самом деле, я ничего не понимаю. Кому очки-то втирают? Кому? Перед кем? Хоть бы один из них спустился внизу, спросил бы, как люди-то живут, как выживать-то мы будем. Ладно, при советской власти там. Но сейчас-то чего? Кого обманывать-то? Все люди ведь грамот нет. Это уже какая-то тенденция, что ни зима, то новые случаи падения снега на людей. На этой неделе пострадала женщина. Из-за сосульки она получила ушибы головы. Власти говорят, виновные будут наказаны. Это, конечно. Но вопрос в другом. Когда ходить по Кировским улицам? Будет безопасно. С приходом зимы города становятся похожи на горы. Люди, правда, не альпинисты и к снежным лавинам не готовы. Поэтому под завалами оказываются и машины, и люди. Из ледяных ловушек выбраться здоровым удается не всем. Киров в этой истории не исключение. Что ни зима, то новые случаи исхода снега на людей. И вот новый сезон снежных ЧП открыт. 16 декабря с дома 84 по Розе Люксембург сосулька упала на женщину. Ей вызвали скорую. Диагноз – ушиб мягких тканей. Спустя 4 дня после происшествия крыша здесь идеально почищена. Навесов нет. Вопрос только один – почему не доглядели? Вот Илья Шульгин недоумевает. Глава администрации очень жестко отреагировал на инцидент. Передают в его пресс-службе. И отмечают, что управляющую компанию привлекут к ответственности. Правда, за день до происшествия Илья Шульгин участвует в рейде по уборке города. И дает интервью на фоне крыши в снегу. И по словам сети менеджера, ситуация не критичная. Город даже стал чище. В принципе, пока снегопады нас миловали, поэтому не могу сказать, что это совсем уж тяжелая ситуация у нас сложилась. Но просто хотелось бы, чтобы все участники процесса понимали одинаково, каким должен быть город. Каким должен быть город, видимо, плохо представляют некоторые коммунальщики. Из года в год они проигрывают бои снежному противнику. На карте Кирова то и дело появляются новые адреса ледяных поражений. И это лишь верхушка айсберга. Самые громкие случаи. 2015 год. Женщина гуляет с ребенком около дома. Вдруг с крыши срывается глыба льда прямо на коляску. Ее маленькому сыну Диме было всего 29 дней, когда на коляску вот этого малыша упала 9-килограммовая сосулька изо льда. Я опускаю коляску, а на сыне лежит большая глыба льда. Причем это не первый случай, как я понимаю, в городе Кирове, да? Да. Где люди страдают из-за падения сосулек. 2014 год. На коляску с полуторагодовалым ребенком падает снег. Малыш получает черепно-мозговую травму. Ушиб передней брюшной стенки. Ушиб мягких тканей головы. И перелом свода черепа. К счастью, выжил. Спустя два дня новое ЧП. Снег падает на двухлетнего ребенка. Травмы есть, но живой. 14 марта на девятилетнего мальчика с крыши рухнула снежная масса. Ребенка тут же госпитализировали. Обошлось без тяжелых последствий. Последствия были на Преображенской 9. Здесь в 2017-м глыба льда унесла жизнь пенсионерке. А из-за схода снега на Ленина мужчина потерял зрение. Этого не понять никому, кто это не испытает сам. Злейшему врагу даже я не пожелаю такого, что испытываю сейчас я. Очень плохо. Мы сейчас все равно ленту натянем. Фотографирую, где у нас проблема. И две группы у нас созданы по содержанию уличной дорожной сети и по крышам в WhatsApp. Значит, вот здесь снегопад. Далее пишу адрес Ленина 84. И все, и направляю. После недавнего случая схода снега власти устроили показательный рейд. Пришли на улицу Герцена и Ленина. Оказалось, что сосулек здесь не счесть. Но чиновники заявили, каждый день участки обходим. За домами следим. Например, в Первомайском районе проблемных крыш около тысячи. Ежедневно десятками эти предупреждения выписываются. Есть проблемные дома. 21 дом практически на всех улицах города Кирова. Основное количество это на улице Ленина, где идут теплопотери. И образование сосулек даже не влияет. Вот эти температурные перепады. То есть и большие минуса сосульки образуются. Но все это уже как будто слышали. И в прошлом году, и в позапрошлом, и пять лет назад. Каждую зиму власти говорят, что работать нужно усерднее и качественнее. Все в поле выходим. Значит, там, где недорабатываю, значит, понимаем, что надо принимать меры, значит, начинаем ограждать это. Думаю, навес, он представляет угрозу для жизни наших граждан. Задача сейчас выявить наиболее опасные участки и экстренно принимать меры. Вы дождетесь и уголовных дел, и административных. Прошлые годы власти даже ввели воздушный контроль. С помощью квадрокоптера они находили проблемные крыши. Не с квадрокоптера, конечно, но с крыши многоэтажки видно, насколько печальная ситуация с очисткой крыш в городе. Историческая часть, центр, юго-запад, все белым-бело. Но справедливость ради отмечу, что некоторые крыши в городе все-таки почищены. Например, на Октябрьском проспекте. Но, возможно, нерасторопность коммунальщиков объясняется морозами. Потайки нет, поэтому опасности сверху люди не ждут. Правда, с приходом весны старые проблемы могут вновь оттаять. С нового года некоторые товары опять могут вырасти в цене. К такому выводу пришли эксперты Центробанка. Они опубликовали доклад о денежно-кредитной политике. Согласно НИМУ, топливо и сигареты могут подорожать на 4,6%. Автомобили на 0,2%, а вино на 0,9%. Причина – отмена льготных акцизов. Но что такого? Ведь цены на бензин замораживали только временно. Пособия для детей-сирот в Кировской области вырастят на 4,3%. Хорошая новость, не правда ли? Но не торопитесь с выводами. Оказывается, сумма пособия не менялась 4 года. А за это время товары значительно выросли в цене. Если мы говорим об индексации с 2014 года, если на уровень инфляции смотреть, она должна быть проиндексирована не менее чем на 20%. Но проиндексировать больше, чем на 4% в правительстве не могут. Слишком много других трат. С учетом возросших обязательств по выплате, по исполнению целевых показателей, по заработной плате, обязательств по софинансированию при строительстве школ, детских садов, возможность бюджета по индексации этих мер определена на таком уровне. Попытаюсь спокойно сказать. Но, во-первых, вы не увеличиваете эти выплаты в данном размере, а принимать никаким образом мы не имеем права. Потому что мы ухудшаем имущественное положение детей и сирот. Мы сокращаем денежные средства на их содержание. За 35, против 12, воздержался один закон принят. С нового года ежемесячное пособие на содержание ребенка от 0 до 7 лет составит 6666 рублей. А от 7 до 18 лет – 6898 рублей. И это слишком мало, считает депутат ОЗС Ольга Сыкчина. Но не заявить альтернативный проект на рассмотрение, не внести поправки в существующие, народному избраннику не дали. Теперь Сыкчина собирается обратиться в прокуратуру или сразу в суд в защиту интересов детей-сирот. Но это не является социальной выплатой. Это обязательство государства содержать детей. Оно установлено федеральными законами. Оно гарантировано. И когда мы индексируем на 4,3%, непонятно по отношению к чему, в нашем случае получается, что мы все усугубляем, ухудшаем. Минимальное, но все-таки повышение. И это уже хорошо, считает детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин. Он надеется, что дальше будет лучше. Мы очень надеемся, что вот этот первый шаг за 4 года, он будет действительно только первым. И в следующем году будет следующее увеличение. Конечно, цифры зависят от возможностей региона. Надо признать честно, что есть регионы, где эта сумма ниже. И есть регионы, где эта сумма выше. И эта сумма индексируется ежегодно. И в зависимости, как я сказал, уже от фактических цен на товары и от потребительской корзины. Нам, конечно, нужно стремиться к этим регионам. Все зависит от возможности бюджета. Идеальный вариант – это хотя бы успевать за уровнем инфляции. Но раз нет, надо с чего-то начинать. В данной ситуации нет предела совершенства. И мы не можем назвать максимальную сумму, которая могла бы. То есть денег никогда не хватает. С пособиями по уходу за ребенком от полутора до трех лет ситуация тоже не самая радужная. Оно не менялось 24 года. Сейчас размер выплаты составляет 50 рублей. Это почти столько, сколько стоит литр молока. Еще весной председатель правительства Дмитрий Медведев предлагал пересмотреть сумму пособия. Позднее Максим Топилин сообщил, что Минтруд планирует разобраться с пособием в размере 50 рублей уже до конца года. Потом в Госдуму вносят сразу два законопроекта об увеличении выплаты. Но депутаты их отклоняют. Сейчас в сети набирает популярность видео, как шло обсуждение этого вопроса народными избранниками. Когда мы посмотрели, сколько требуется на это средств, 236,8 миллиардов рублей. Эта тема нужная, но денег нет. Но данные законопроект по вышеназванным обоснованиям и причинам мы сегодня не можем поддержать, при этом считая, что материнство и детство – это приоритет государства. Представьте, 50 рублей, 300 рублей, 200 рублей, 150 рублей в месяц, коллеги мои дорогие, в месяц пособия на ребенка. Но не стыдно ли нам, великой державе? Отмечу, что вопрос пособий по уходу за ребенком депутаты обсуждали в октябре. В сентябре же они приняли пенсионную реформу. Но сейчас не до пособий. Власти думают, как сделать город более новогодним. Лайфхак из мысков. Можно покрасить снег белой краской. Вода эмульсионкой. Покрашена горка. Это краска. Да нам и самим есть чему научить. Вот, например, елка из Котельнича вошла в список самых странных в России. Она сделана из мешков картошки. А помнить обо льду на театралке в прошлые годы находили рыбу и водоросли. В этом думали, что нашли утку. Оказалось, просто шпатель. До Нового года остались считанные дни. И хочется, чтобы город пел о приближении праздника. Но пока не поет. Вместо гирлянд цвет вывесок. Улицы Кирова мало похожи на праздничные. Лишь изредка на пути попадаются елочки или фонарики. Хорошо, что хоть погода постаралась. Деревья по-новогоднему белоснежные. В этом году на оформление Кирова из бюджета выделили 16 миллионов рублей. Для сравнения в прошлом 13 миллионов. Задача не в том, чтобы вы определили для себя много это или мало. Вопрос в том, чтобы принарядиться к Новому году так, чтобы все почувствовали праздник. Вот и главная площадь города, театральная, не очень торопилась принаряжаться. Но вчера ее торжественно открыли. Из приятного лед в этом году не желтый и мутный, а как надо прозрачный. Еще одно место, которое должно напоминать о приближении Нового года, это пешеходная Спаская. Так ее решили украсить впервые. Залили каток, зажгли гирлянды. Но что-то пошло не так. В пятницу часть катка разобрали. На трубах под ним возник дефект. Обещали за выходные все исправить. Напомню, до Нового года осталось 8 дней. И для сравнения, как сейчас выглядит Петербург, расскажет моя коллега Екатерина Зубарева. Всем привет из северной столицы. Чуть больше недели осталось до празднования. Нового года и Питер уже полностью украшен к праздникам. Если верить местным СМИ, в этом году на оформление города потрачена рекордная сумма 315 миллионов рублей. Это на 50 больше, чем в прошлом году. Представьте, только 35 миллионов потратили на установку елей. Их в городе 57 по требованию. У зеленых активистов все они искусственные. Вот сейчас одну из них вы можете видеть за моей спиной у Казанского собора. Здесь же, кстати, в этом году на куполе будет выведена проекция иконы Божьей Матери. Поддерживать изображение будут 6 мощных проекторов. Я вам, к сожалению, не смогу это показать. Проект будет запущен только 28-27 декабря. Но, по словам местных, это будет вишенкой на торте новогоднего оформления Питера. Центр города действительно очень красивый. Вот сейчас мы находимся на Невском проспекте. Он весь украшен. Здесь очень красивая иллюминация в виде арок, фигурок различных деревьев. И вечером все это выглядит очень эффектно. Главная елка города установлена на Дворцовой площади. Говорят, что 23 декабря огни на ней зажжет всероссийский Дед Мороз. Хотя она вроде и так горит, но может какие-то другие огоньки или звезду. Больше ничего такого особенного на площади нет. Но ведутся работы, возможно, будет сцена или еще что-то. Пока же ничего нет, кроме, опять же, иллюминации, которая вечером действительно выглядит очень красиво. На этой неделе сразу двое известных людей вспомнили о Кирове. Дизайнер Артемий Лебедев назвал наш город особенно депрессивным среди всех российских городов. Дизайнера вообще-то попросили назвать три самых неблагоустроенных города России. Но он ответил, что в голову приходит только Киров. И вот журналист Леонид Парфенов высказался о переименовании города в Вятку. Если занялись переименованиями, то давайте посмотрим, что, ну, наконец, надо, чтобы Вятка стала Вяткой-то. Или чего? Мы как-то... Или дальше и будем это все тянуть. Ну, 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 без перспектив. Ну, как действительно Тильзит может называться советском? Ну, что это за название? Ну, это же просто, просто оскорбительно. За репосты и лайки сажать больше не будут. По крайней мере, сначала. Так решили в Госдуме. Если человека обвиняют в лайканье не того, чего надо впервые, ему грозит лишь штраф. При повторном нарушении уже срок. На всякий случай будьте осторожнее. И не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. За лайки там вас не посадят. Это была «Точка зрения», авторский взгляд на события «Семидневки». Меня зовут Анастасия Шерстнева. Пока. Субтитры подогнал «Симон»